Болельщики, не жалея сил, поддерживают свои команды, хоккеисты рвутся вперед и стремятся закинуть заветную шайбу в ворота соперника. За главный трофей турнира Кубок ВНИЕВ борются команды, представляющие различные подразделения ядерного центра. Мы возрождаем хоккейные традиции, которые были присущи нашему предприятию и нашему городу. Увеличиваем количество занимающихся хоккеем и, так скажем, популяризируем этот вид спорта. В этом году за Кубок ВНИЕВ боролись шесть команд. Их разделили на две группы. После первого этапа соревнований определились претенденты на призовые места. В стыковых матчах за пятое место встретились команды, которые заняли третье место в своих подгруппах. В финале турнира на лед вышли команды «Старт» и «Импульс». Люди играют в разных группах здесь. Ребята есть, которые выступают за «Саров Инвест». Ребята, которые ездили половину команды на «Атамиаду», заняли там третье место. Игровой опыт и настроен на победу позволили хоккеистам из команды «Импульс» завладеть инициативой с первых минут финального матча. Спортсмены старта старались дать достойный отпор сопернику и использовали любую возможность для атаки ворот. По итогам финальной игры обладателем Кубка стала команда «Импульс». Я очень благодарен ребятам за самоотдачу. Здесь собрались все самые лучшие ребята, которые могут поддержать нашу команду. На церемонии награждения хоккеистам вручили медали и Кубок. Лучших игроков турнира отметили дипломами. Сегодня желающих приобщиться к хоккею среди работников ядерного центра становится все больше. Для тех, кто хочет с нуля освоить этот вид спорта, существует своя любительская команда. Дарья Цапарина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.